Всем привет! Я Даша и сегодня буду рассказывать о книге Дэна Брауна под названием «Полосхождение». Читала я её вот с такой прикольной закладом, где я сама видна. Это бегемотик. Я её приобретала в «Читай городе». То есть он выглядит вот так. Я не знаю, сливается с фоном. Плоская часть в книге, такая объёмненькая наружу, и ощущение, что он плывёт по страницам книги. Значит, ведёмся к самой книге. Как всегда, клан-герой Роберт Лэндон, который оказывается в гуще определённых событий. Ему стоит, как всегда, рассекретить парочку кодов и выявить истину, и явить её миру. Читала я её, вы не поверите. Две недели. И это при том, что обычно книги такого объёма я читаю за 2-3 дня, за самые большие 4 дня. Почему так произошло? Не потому, что она неинтересная, это не так. Вот вы как читаете книги? Ну, понятно, что глазами. Открываете, если это бумажный вариант, включаете это из электронка, и начинаете соединять буквы в слова, в слова в предложения. Я немножко не про это. Не знаю, как у вас, но во мне есть такая штука. Я, когда читаю у одного автора несколько книг подряд, вот прям подряд, я понимаю очень хорошо и очень быстро, по какой схеме он пишет. Как правило, авторы, даже если они пишут не по схеме, а как Бог на душу положится, оно получается как будто по схеме. Я очень понимаю, что это за план такой, что за схема, и мне становится неинтересно, потому что, ну, всё, как бы, это как в математике формула, просто подставлять цифры, а так формула одна и та же, как бы, будешь легко очень доказываться, что там будет происходить. Дело в том, что Дэн Браунт такой писатель, который пишет так, что мне не нужно читать подряд несколько его книг, достаточно прочитать одну. И дело в том, что если раньше как-то всё-таки меня продолжал удивлять, то в этот раз я понимала, что будет дальше, вообще просто каждое событие я могла превосходить. И даже концовку я полностью абсолютно предугадала. И, то есть, почему я долго читала? Потому что я как будто её уже читала. Мне было просто неинтересно. Я буквально по две-три странички в день. То есть, ну, раз я почитала за две недели чуть побольше, но по чуть-чуть, совсем по чуть-чуть. И я, конечно, не отговариваю вас читать. Ознакомьтесь. Книга найдёт вас на определённые мысли. Украсит ваш досуг. Но в моём случае, благодаря этому гадкому качеству, которое я ненавижу, которое мне мешает жить и наслаждаться в полной миле книгами, вот это качество, оно мне помешало наслаждаться опять на происхождение. И оценить её не столь высоко, как я её оценила бы, если бы этого качества вовне не было. Вот и пишите, кстати. Вы можете разгадывать формулу писателей, читая их книги. Вот, кстати, из-за этого качества я не могу читать по много книг, любимых авторов, и я их вынуждена разбавлять, потому что иначе я разочаруюсь в них и буду вынуждена с ними расстаться. А я так не хочу. Вот и приходится себя контролировать. О чём эта книга? Расхождение. Я не могу вам сказать, это будет спойлер. То есть, то, что я уже сказала, разгадывает коды, компания прекрасной девушки. Это, в принципе, всё, что я могу вам рассказать. И как-то мне стыдно за такое, я не знаю, как это называется, скудаумие. Вот, извините меня. Не могу поверить, что я это говорю, но на этом всё. До скорых дней. Пока-пока.